Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. С трудностями и проблемами во время пандемии сталкиваются и беременные женщины. О женском здоровье и планировании детей рассказали в Республиканском перинатальном центре. Открытие памятника святым братьям стало символом благодарности потомков подвижническому труду византийских проповедников. В рубрике «Наши наследие» история создания Стеллы Кириллу и Мефодию. В Москве вышла в свет книга «Аланы и Асы». Ее автор Ахмат Глашев воедино собрал весь материал о генетической и этнической принадлежности карачаево-балкарского народа к древним Аланам. Чтобы не быть хиленьким, слабеньким. Дети полюбили физкультуру, чтобы отличниками быть по математике. И своего физрука отправляют на конкурс «Учитель года России». Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 16 926 человек. Из них 15 269 выздоровели, 796 – госпитализированы. Рождение ребенка – важный шаг в жизни человека. Чтобы малыш родился без осложнений, будущей маме стоит позаботиться о своем здоровье на этапе планирования беременности. Это сложнее сделать в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Как уберечь себя и насколько страшен COVID-19 для будущих, мам узнавала Альбина Ламкова. В последнее время реже встречается такое понятие, как «случайная беременность». Теперь входит в моду планирования. А особенно необходимо об этом позаботиться в период пандемии коронавируса, чтобы не было никаких рисков в ожидании малыша. Сейчас в республике на учете у врачей по беременности находятся более 2,5 тысяч будущих мам. Под наблюдением за все это время находилось более 1100 человек с вирусными инфекциями. В том числе 560 из них. Диагноз подтвердили. И информация по ним ежедневно передается на российский портал. Крепкое здоровье мамы – гарантия рождения здорового малыша. А риски заразиться коронавирусом такие же, как и у всех. Просто в этот период необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, рекомендованные Распотребнадзором. А самое главное – ограничить количество визитов в лечебные учреждения. И увеличить число консультаций по телефону и онлайн. Если нет необходимости – в личном посещении врача. Риски, конечно, существуют. Беременность, как и любое другое состояние, которое сопровождается, так скажем, снижением иммунитета, является фактором риска не только развития этой инфекции, но и гораздо более тяжелого её течения. Контроль за беременными со стороны врачей в период пандемии увеличили. Совместно с лечащим врачом-гинекологом будущих мам с момента их постановки на учёт наблюдают и терапевты. Также подключена служба скорой помощи. А для ситуации, когда беременной требуется стационарное лечение, действует госпиталь. В нём сейчас получают лечение 162 человека. Специалисты говорят, что на сегодняшний день нет подтверждённых фактов о том, что болезнь матери как-то скажется на здоровье будущего ребёнка, а передачи вируса при рождении малыша врачи исключают. Ребёнка после рождения мы сразу тестируем, проводим исследования методом ПЦР на ковид-инфекцию. Все 64 ребёнка, которые родились у нас в госпитале с апреля месяца, были отрицательными. Во время беременности иммунной системе матери очень сложно. А если имеются хронические заболевания, угроза переболеть коронавирусом в тяжёлой форме увеличивается в два раза. Нередко эти показания служили причиной для прерывания беременности. Конечно, хотели, чтобы эти риски были минимизированы. Но это не в силах медицинских работников. А жизнь продолжается. Создаются новые пары. В этой ситуации, наверное, единственным выходом является вакцина, которая наконец-то появилась в широкой доступности для населения. И мы возлагаем на неё очень большую надежду. Важно помнить, планирование беременности – очень ответственный и серьёзный шаг. Главное – знать, что нет ничего прекраснее материнства. Идти к своей цели правильным путём, и тогда все планы осуществимы. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер южный – 4,9 метров в секунду. Температура ночью – минус 3, минус 8, местами до 15 градусов мороза, днём – минус 3, плюс 2, местами – плюс 2, плюс 7. На дорогах – гололедица и снежный накат. В Черкесске без осадков. Ветер южный – 4,9 метров в секунду. Температура ночью – минус 4, минус 6, днём – 4,6, со знаком плюс. Ночью и утром на дорогах – гололедица. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на всё. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Всё, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В рубрике «Наше наследие» мы рассказываем о памятниках истории культуры Карачева Черкесии. 18 лет назад в центре Черкеска перед зданием Республиканской библиотеки была установлена стела создателем славянской письменности, святым равнопостальным братьям Кириллу и Мефодию. Подробнее о памятнике в материале «Шерифат Лепшоковой». Открытие памятника святым братьям стало символом благодарности потомков подвижническому труду византийских проповедников. Стела в Черкесске стала первой на Северном Кавказе, где были увековечены имена Константина перед смертью, принявшим новое монашеское имя Кирилл и Мефодия, подаривших славянским народам письменность за 150 лет до принятия Руссию христианства. В июле 2003-го, в день открытия памятника, о значимости этого торжественного события говорили политики, деятели культуры, представители различных конфессий. Епископ Ставропольский Владикавказский Феофан в первый раз тогда посетил нашу республику. Открыв памятник, он осветил его и выразил надежду, что подобные мероприятия будут укреплять межрелигиозные и добросеседские отношения. В этот важный для республики день с теплыми словами к собравшимся обратился и руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев. Наша общая задача людей научить тому, чтобы верили и поклонялись Всевышнего. Первыми словами новой азбуки были слова из Евангелия. Вначале было слово, и слово было у Бога. Затем братья из Солоников перевели апостол и псалтырь, навсегда изменив духовную жизнь славян. Неспроста через 700 лет Иван Грозный на встрече с Антонио Пассивино, первым иезуитом, побывавшим в Москве, скажет «Мы носим веру истинно христианскую. У нас не греческая, а русская вера». В Моравии, нынешней Чехии, просветители учили людей грамоте письмо через книги, передавая христианские заветы. Этому предшествовала огромная работа длиною в жизнь. Дети благородных родителей, братья, росли в атмосфере нравственной чистоты. Самый младший Константин был особенно любим матерью. Она чувствовала его особенное предназначение. Маленькому мальчику как-то приснился сон. Перед ним стояли прекрасные девушки, и он мог любую из них выбрать в жены. Утром он рассказал, что выбрал деву по имени Мудрость. Родителей этот сон смутил, но уже в 15 лет Константина все будут звать философом. Умного, чистого юношу хотели оставить при богатом византийском дворе. Ему предлагали выгодный брак, материальные блага, но он уже выбрал свой путь, в котором было место только для духовной жизни. Константин получает доступ к книгам, редким сокровищам того времени, ведь слава византийской библиотеке шла далеко за пределами страны. Но юношу тяготят обязанности хранителя, и он уходит к брату Мефодию в один из монастырей горы Олимп. Там они часто будут слышать славянскую речь. Тогда же возникнет идея о создании письменности для славянских народов. Как сказал писатель Юрий Лощиц, «С гласными текущими ручьями между камней согласных. Гласные остывают мягко, остужают их каменное упрямство, выходят на волю со смысленной речью». Для славян откроются ворота знаний, а через тысячу лет мир услышит слово Толстого, Достоевского. Памятник святым братьям в Черкесске и еще одно напоминание о том, что села слова в его духовности, как это было у Кирилла и Мефодия. Шерифат Лепшокова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. «Аланы и асы» в Москве вышла в свет книга об истории древних аланов. На 348 страницах собраны результаты исследований и информация, которая была собрана, может сказать, со всех уголков цивилизованного мира. Упоминания об аланах раскинулись от греческих писаний до древнерусских летописей, также во всех крупных ближневосточных странах. Автор книги Ахмад Глашев потратил 10 лет на то, чтобы воедино собрать весь материал, и теперь результат его трудов доступен для всех желающих. По словам автора, книга даст ответ на вопрос генетической и этнической принадлежности Карачаева-балкарского народа к древним аланам. К изданию готовится еще одна книга Ахмада Глашева. Вопросы истории Карача-балкарского народа они сейчас часто рассматриваются различными специалистами. И, конечно, такой краеугольный, я бы сказал, камень или важнейший вопрос это этническая или генетическая связь Карача-балкарского народа с аланами. И в последнее время этот вопрос становится очень таким важным и разгораются жаркие споры. Тем более в свете последних данных генетиков, археологов и письменных источников, которые по-новому уже заиграли в свете последних исследований. Ну, поэтому вот родилась такая книга, такая работа, обобщающая, наверное. Возможно, это на сегодняшний день первая обобщающая работа об аланах и именно в контексте того, что аланы являются предками Карача-балкарского народа. Хилый ученик будет получать хилые оценки по математике. В этом убеждены учащиеся 10-й школы республиканской столицы. Они полюбили физкультуру и считают ее царицей всех наук. И мы узнали секрет этого педагогического успеха. Не просто самый лучший физрук Карачаева-Черкесии, а самый лучший учитель всей республики работает в 10-й школе нашей столицы. 2020 год. На педагогическом небосклоне открыл новое имя – Михаил Кузнецов. Учитель физкультуры изменил отношение и к физрукам, и к предмету. На первый взгляд, не особо нужному. Но физкультура очень даже нужна. И в этом убедительны ученики 6-го класса. Физкультура, конечно, серьезный предмет для растяжки мышц, чтобы не быть хиленьким, слабеньким. А может важнее математика? Ну, математика тоже важный предмет, но физкультура дает образ жизни и здоровья. К математике все готовятся, к русскому языку все готовятся, ЕГЭ, там, поступление в институт. Для чего нужна физкультура? Становишься смелее, храбрее, и тебе становится не так страшно на экзаменах. Михаил Кузнецов учился в этой школе. Проявлял успехи в лёгкой атлетике. И судьба привела его в родную школу. После армии, когда пришёл, я всё-таки хотел попробовать, что же такое учительская работа. После армии люди обычно идут в полицию работать. Да, но у меня сложилась такая ситуация, что мне нравится работать с детьми. Я пришёл в школу в десятую, и мне понравилось до сих пор, я вот уже седьмой год работаю здесь. Освобождение от физкультуры не существует. Для каждого ученика свой подход. Михаил Александрович уничтожает в каждом ребёнке физкультурную халтуру и зарождает любовь к здоровому образу жизни. В каждой четверти мы оцениваем их по их техническим характеристикам, как техника выполняется правильно. Если ребёнок не может, а он хочет пятёрку. Если не может, он старается. Я же вижу, если он старается, конечно, я иду ребёнку на уступке, чтобы не обидеть, не огорчить его. Теперь Михаил Кузнецов участвует в федеральном конкурсе «Учитель года» в Волгограде. Дети ждут от него не столько победы, сколько возвращения в родную школу. Другого учителя им не нужно. Что надо сделать на физкультуре или чего не надо сделать, чтобы получить двойку? Надо делать упражнение, то, что говорит тебе учитель физкультуры. А вы часто забываете форму? Нет. А почему? Потому что физкультура – мой любимый предмет, и я никогда не забываю физкультуру. Всегда понимает, если ты, допустим, забыл форму или что-то не так получается, он всегда поможет, направит тебя. И я очень надеюсь, что он победит в этом конкурсе. А вот если форму забудешь, что учитель скажет? Поставит двойку. И заставит отработать? Да. А отработка как происходит? Это надо потом прийти после уроков отжиматься, приседать или бегать, прыгать? Нет. Просто на следующий урок нужно принести форму и хорошо заниматься. В двойном режиме? Да. Руслан Куркмазов, Рашид Токов. Вести. Карачао-Черкесия. Такой была пятница в Карачао-Черкесии, а прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Всем приятных вам выходных и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...